Всем привет, призыватели! Zed является одним из самых популярных чемпионов в игре не без причины. На нем очень весело играть, и у него высокий скиллкап. Если вы хотите научиться играть на нем, вот вам гайд, который поможет вам узнать то, что нужно, чтобы играть как мейнер Zed. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Список такой. Плейстайл, пики силы, комбо, фишки и, наконец, руны и билды. Zed, конечно, ассасин, но все не так просто. По стилю игры он больше напоминает AD мага или AD кастера. Вы используете свои умения издалека, чтобы заполкать цель, прежде чем влетать. Но все же он делает то же, что и другие убийцы, ловит приоритетные цели и взрывает их. Что ж, быстро пробежимся по пикам силы Zed. Его первый и второй уровни довольно слабые, вы можете нормально начинать игру уровни с третьего, но он все еще слабоват. Как ни странно, он скейлится не так плохо, как можно подумать. Скорее всего, он один из самых лучших скейлящихся убийц в игре. Конечно, он не сравнится с кастадином, например. Одним из пиков силы является 13 уровень, когда его Q и E на 5 поинтов. Перезарядка E будет очень короткой. Также есть пик силы на 16 уровне, особенно с настаканным абсолютным охотником. Ведь ультой можно будет буквально спамить. Теперь о комбо. Главная из них, основа основ по сути, это VEQ. Сначала вы используете V и сразу за этим E, пока V еще кастуется. Так намного проще попасть Ешкой. Также Q тени всегда попадает в цель, ибо тень прямо рядом с врагом. Также это заставит оппонента отойти от тени, что облегчит попадание основной Q. Это самое главное комбо для того, чтобы играть на Z. Особенно важно то, что если вы попали обеими кушками, вам вернут энергию. Это часто играет ключевую роль в добивании врага. Теперь поговорим о комбо, когда у вас уже есть ульта. Эта комбо рассчитана на то, что оппонент зайдет в рейндж вашей ульты, и вам не придется использовать ее для того, чтобы сблизиться с ним. R, V, E, Q. Вот так. Стараясь при этом попасть тремя кушками. Не стоит использовать VE до того, как вы ультуете. Да, замедление это хорошо, но оно поможет вам позже попасть кушками, а также восстановит вам энергию. Также есть одно комбо для тимфайтов, когда вы не можете безопасно добраться до бэклайна. В этом случае ультуете в ближайшего врага, хоть в танка, а после используйте VEQ на вашу приоритетную цель. У этой комбинации есть множество плюсов. Во-первых, у вас, как правило, отличная позиция тени с ульты, чтобы вернуться, а во-вторых, вы заставляете вашу цель чувствовать себя безопаснее. Например, здесь ульта идет в Арианну, для того, чтобы задоджить ее ульту и приблизиться к АДК, а вся основная комбинация как раз в Кейтлин. Третий плюс состоит в том, что из-за этого у вас огромное количество урона по площади. Третье комбо нужно для более опасных ситуаций, когда вам сразу нужно вернуться назад. Но фокус в том, что до того, как вы можете вернуться к тени с ульты, пройдет примерно полсекунды, за которую вас просто могут законтролить. Вот как эта комбо работает. Вы ставите V в безопасное место, жмете ульту, сразу уходите на V, а потом используете E и Q. Также вы всегда будете иметь при себе тень от ульты, которая в случае чего может быть использована, чтобы приблизиться к врагу и добить его. Это были два комбо против ренджовых персонажей. Но что делать с милишниками, особенно брузерами? Они убивают вас очень быстро, когда их пробить довольно сложно. Не давайте им приблизиться к вам. Используйте V, E, Q, чтобы немного продамажить после, когда они отойдут от тени. Ультуйте и мгновенно меняйтесь местами с V. В этом примере, даже если Jax использует Q или Flash, чтобы добраться до Z, он просто свапнется с тенью от ульты. Все комбинации нужно изучить достаточно хорошо. Вам нужно немного практики, чтобы понять, когда что использовать. Далее перейдем к фишкам. Вам нужно помнить, насколько важна ваша V, и вам придется знать, сколько у вас времени до того, как вы можете применить ее снова. Вот хороший пример. V, E, Q используются для того, чтобы зачистить пачку, но Z фланкует. Что делать? Ульта идет в недали, потом идет V. Когда враги начинают преследование, Z возвращается на тень с ульты, использует еще одну V и просто уходит. На линии, если ваше V в КД, будьте аккуратны, особенно с гангами лесника. Да и с трейдами тоже аккуратнее, потому что без своей V вы теряете очень много. Вторая фишка — это пассивные умения. Многие не понимают, насколько оно больно бьет, ведь это все-таки урон от максимального здоровья. Если вы смогли во время того, как на враге висит метка ульты, прокнуть казнь и пассивку, это очень повышает вероятность скилла. В этом клипе Галлио хочет потрейдиться, но умирает, потому что пассивные умения наносят реально много урона. Q, флэш, автоатака и игнайт быстро убивают его. И последнее, но не менее важное, это руны, сборка и прокачка скиллов. Прокачка почти всегда одинаковая Q, E, V. Против сквишовых сетапов можете взять казнь электричеством, так как это лучше подходит для бурста целей. Хотя вы можете всегда с ней играть. Для более затанкованных сетапов или сетапов с кучей милишников, берите завоеватель. Говоря о билдах, у Зеда много опций в этом сезоне, но самый распространенный это затмение, секира и дальше предметы на смертоносных. Коготь охотника и драктар тоже хорошие мифики. Первый обычно используется как источник мобильности, а не для дополнительного урона, ибо он может сохранить вам V для чего-то более важного. Драктар очень хороший для тимфайтов, так как вам нужно подождать ваших кулдаунов, да и он позволяет отлично кайтить еще и за счет невидимости. Правда, если вы не можете никого убить, он бесполезен. Если вы берете коготь или драктар, рекомендуется брать больше смертоносности следующими предметами. Ну или вы можете взять предсмертный шепот, если вы сноуболитесь. Хотя обычно вы берете его третьим или четвертым предметом против танков. Из ситуативных предметов на смертоносность Грани ночи против мгновенного контроля, например Леоны, Змеиный клык против щитов, Йому против мобильных команд и Теневая глефа против большого количества обзора. Не собирайте предсмертный шепот слишком поздно, иначе вы очень сильно просядете по урону. Итак, теперь у вас есть все инструменты, чтобы начать учиться играть, как Мейнер Зеда. Не волнуйтесь, если не получается сразу. Он довольно сложный, но тренировки определенно будут вознаграждаться, особенно если вам нравится все это делать. На этом наше видео подошло к концу. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. А по ссылке в описании и закрепленном комментарии вы можете поддержать наш канал. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!